Приветствую вас, уважаемые друзья, на нашем канале New Technology. С вами, как всегда, Юля. И сегодня свой обзор я посвящу новинке от компании APO, которая представила первый после четырехлетнего перерыва смартфон линейки FIND, флагманский FIND X. Понятно, что возвращение после столь долгого перерыва представителя линейки FIND должно быть интересным и запоминающимся, особенно на фоне других мобильных конкурентов. Поэтому компания постаралась максимально сделать свою новинку уникальной как в своем дизайне, так и конструктивно. Что из этого получилось, будем разбираться. Основной изюминкой FIND X является большой экран с очень тонкими боковыми рамками 1,65 мм, нижний отступ 3,4 мм, верхняя рамка 1,91 мм и отсутствие надоевшей многим моноброви. Чтобы достигнуть такого максимального соотношения площади экрана к площади передней панели, а это все-таки 93,8%, разработчики вынесли все элементы, располагающиеся ранее на лицевой стороне, на выезжающую из корпуса панель. Нечто подобное реализовано в смартфоне от компании Vivo NEX, но там это касалось только фронтальной камеры. Выдвигается панель достаточно быстро, всего за полсекунды. Однако есть один нюанс. Дело в том, что в смартфоне нет сканера отпечатков пальцев. Вместо него предлагается использовать технологию распознавания лица O-Face с возможностью детального сканирования до 15 тысяч различных точек данных, что позволяет считывать до мельчайших деталей мимику лица. Производитель заявляет, что шанс обойти систему 3D-сканирования по лицу O-Face равен 1 к миллиону, и это очень точная форма идентификации пользователя, которая может использоваться и для бесконтактных платежей. Но для ее корректной работы модуль с камерой должен показаться из корпуса. То есть, для разблокировки смартфона его надо сначала включить, провести свайпом сверху по экрану блокировки, дождаться, пока камера выдвинется из корпуса и распознать лицо владельца. И одно дело, если вы нечасто пользуетесь основной камерой, расположенной на этой же панели только сзади, и другое, когда в течение дня вы вынуждены задействовать многократно разблокировку смартфона. И это при том, что в модели Find X нет сканера отпечатков пальцев. Тут у любого возникнут вопросы, как к удобству, так и к надежности выезжающей конструкции. Тем более, что по размеру она довольно-таки немаленькая. Компания Апопа спешила заверить своих потенциальных покупателей, что механизм модуля был испытан до 300 тысяч поездок туда-сюда, и независимо от интенсивности использования прослужит не менее пяти лет и не будет доставлять дискомфорта пользователю. Если, конечно же, не считать время, которое уходит на все сие удовольствие. В любом случае, помимо технологии распознавания лица, есть еще и пин-код или графический ключ. Но есть еще один, на мой взгляд, существенный нюанс. Когда панель выезжает из корпуса, образовывается щель, что может позволить пыли или воде попадать внутрь и накапливаться там со временем. Тем более, что сам смартфон не является защищенным по какому-либо стандарту. Правда, производитель решил применить другую технологию защиты девайса. Если модуль выдвинут и при этом смартфон вдруг выскользит из руки, то он автоматически спрячет модуль. Единственный вопрос в скорости, так как в обычном режиме модуль скрывается медленнее. Поэтому он должен успеть еще до момента соприкосновения с землей или водой защитить себя корпусом аппарата. На самом модуле спереди находится 25-мегапиксельная фронтальная камера и целая система датчиков, необходимая для разблокировки по лицу. На тыльной стороне модуля находится основная двойная камера и вспышка. Сам экран имеет матрицу OLED с размером 6,42 дюйма, разрешение Full HD+, 2340 на 1080 точек и соотношение сторон 19,5-9. Плотность пикселей составит 401 дюйм. Защищенный кронстеклом Gorilla Glass 5 с 2,5D эффектом. На тыльной стороне Apple Find X находятся только логотипы, что довольно непривычно не видеть знакомые глазу атрибуты. Все время ловишь себя на мысли, что чего-то здесь не хватает. Что касается остальных привычных кнопок, то они еще имеют место быть. На правой грани находится кнопка питания, на левой только клавиши регулировки громкости. На нижнем торце все также находится порт USB Type-C, основной динамик, микрофон и сюда же добавили слот по две сим-карты с поддержкой LTE. По поводу карты памяти информацию производитель не дает. На верхней расположен только сверхчувствительный микрофон для шумоподавления, позволяющий услышать голос пользователя даже в самой шумной обстановке. Но все уже поняли, что 3,5-мм разъема здесь нет. Для него выезжающую отдельную панель пока еще не предусмотрели. Пластиковые вставки под антенны вынесли на боковые грани. Сам корпус также защищен стеклом и имеет 3D-эффект цветового градиента, для достижения которого был использован инновационный многогранный процесс, так чтобы тыльная крышка телефона красиво переливалась под разными углами обзора. Стороны стекла тонко изогнуты к металлическим краям, которые блестящие и полированы, чтобы соответствовать общему дизайну на тыльной стороне. Выглядит действительно очень стильно и дорого. Теперь, что касается камер, уважаемые друзья, то основная камера представлена двумя модулями. Первый на 16 Мп с апертурой f2 и второй на 20 Мп также с апертурой f2. Из особенностей это технология искусственного интеллекта, которая может идентифицировать 800 сцен, чтобы адаптировать настройки камеры для максимально лучшего изображения. Фактически это ваш личный консультант по технике фотографии. Есть режим художественного освещения, который поможет вам снимать портреты с профессиональным освещением. Также заявлены профессиональный режим, панорама, HDR, оптическая система стабилизации изображения, фазовый автофокус, режим распознавания лица и другие стандартные настройки камеры. Фронтальный модуль на 25 Мп со светосилой f2 и продвинутым софтом для украшения лица Beautyfy, в котором ОПО предоставляет улучшенный алгоритм избавления от недостатков в виде огромного количества всевозможных эффектов наложения на готовый снимок. Искусственный интеллект в портретном режиме отсканирует лицо пользователя, чтобы наиболее ярко выразить на фотографии контуры лица, такие как глаза, нос, скулы и подбородок, и создать максимально красивое и четкое селфи. Кроме того, заявлена 3D-технология освещения, в которой датчики, расположенные на выезжающей панели, объединяются для создания художественных портретов. Ну и забавное приложение, похожее на Эмодзи, где вы можете выбрать готовое изображение или создать персональное. 3D-система перенесет вашу мимику лица в реальном времени на выбранный анимационный объект, и вы сможете сразу же порадовать им своих друзей в соцсетях или через сообщения. Новинка, уважаемые друзья, работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с оболочкой ColorOS 5.1, которая потребляет меньше энергии и обеспечивает плавную производительность. Из интересных фишек – это функции безопасности при ВАСИ Протекшн, антивирус АВАСТ, режим ускорения игры, интеллектуальная галерея, голосовой помощник Google Ассистент, поддержка технологии ОШАРа для беспроводного обмена данных между устройствами производства ОПО с максимальной скоростью передачи в 100 раз быстрее, чем через Bluetooth и искусственный интеллект. Я бы от себя выделила еще режим «Умный экран», в котором при длительном нажатии текстового сообщения система будет интеллектуально анализировать содержимое и предоставлять пользователям необходимые действия, такие как поиск, редактирование, перевод и копирование. Анонсировано впоследствии обновление до Android P. На звук производитель не делает упора, скорее всего будут задействованы только возможности самой платформы аппарата. В принципе, их достаточно, чтобы звучание было хорошим. FAND X использует восьмиядерный процессор от Qualcomm Snapdragon 845 с четырьмя высокопроизводительными ядрами до 2,8 ГГц и энергоэффективными до 1,8 ГГц. За графику отвечает встроенный графический чип Adreno 630. Объем оперативной памяти составит 8 ГБ формата LPDDR4X и встроенной памяти 256 ГБ формата UFS 2.1. Смартфон оборудован аккумулятором емкостью 3730 мАч и поддерживает технологию быстрой зарядки VOC, при которой 5 минут зарядки будет достаточно, чтобы получить возможность общаться по телефону 2 часа. Связь представлена сетями 2G, 3G, 4G LTE, VOLTE. Беспроводные интерфейсы – это Wi-Fi 802.11 с окончанием AC, работающий в двух диапазонах. Wi-Fi Direct поддерживается технологией сетей 2х2 MIMO. И Bluetooth 5-го поколения. За навигацию отвечают модули GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou. APOT также представила люксовую модель, связанную с концерном Lamborghini. Отвечается только 512-гигабайтным хранилищем, текстурированным черным корпусом с углеродным волокном, логотипом Lamborghini сзади и поддержкой быстрой зарядки Super VOC 10 Вольт на 5 Ампер, способной зарядить батарею на 3400 мАч всего за 35 минут. Девайс будет поставляться в уникальной упаковке Lamborghini. В продажу флагман от APO поступит в августе по достаточно высокой цене в 999 евро за версию с 256 гигабайт флеш-памяти и 1699 евро за версию Lamborghini. Ну что, уважаемые друзья, подведем итог. Смартфон, безусловно, интересен. Не ценой, конечно же. Думаю, многие хотели бы видеть ее на порядок ниже. Но можно отметить дизайн аппарата, его отличные камеры, экран, занимающий практически всю лицевую поверхность, мощную производительность, инновационный подход в плане выезжающей панели и Android 8.1 Oreo с многофункциональной оболочкой ColorOS. По поводу чего можно было бы поморщить нос, так это непонятно в плане модуля NFC и защиты самого смартфона при выезде панели из корпуса. Но чем ближе будет продажа, тем будет более понятная картина. Ну а на сегодня все, уважаемые друзья. И я, как всегда, не прощаюсь с вами, а говорю до следующего обзора. Не уходите с нашего канала, обязательно подпишитесь, чтобы быть в курсе последних новинок, ставьте лайки, комментируйте и оставайтесь с нами. С вами была Юля и канал New Technology. Bye-bye! Субтитры подогнал «Симон»!